Кирилл, здравствуй. Уже есть какие-то новости с заседания у тебя? Да, коллеги, здравствуйте. Ну что ж, сегодняшнее заседание исполкома Российского футбольного союза началось без опозданий, ровно в 10 часов утра по московскому времени, как это и было заявлено. Ну и, конечно же, одним из главных вопросов, которые сегодня будут обсуждать члены исполкома, это финансовое состояние Российского футбольного союза, всей организации в целом. Но оно, кстати сказать, на текущий момент в довольно плачевном состоянии. Долги РФС перевалили уже за отметку в 1 миллиард рублей. Это, конечно же, сказывается негативно на работе главного футбольного органа страны, ну и, конечно же, на развитии всего российского футбола. Также, помимо этого, будет обсуждаться ряд других очень важных, существенных вопросов, которые направлены на развитие российского футбола. Главными из них, наиболее интересными из них являются, это, конечно же, вопрос по лимиту на легионеров. Сейчас, на данный момент в нашем футболе действует схема, при которой на поле могут появиться сразу 7 иностранных футболистов и 4 российских игрока. И вот сегодня члены исполкома обсудят, стоит ли ужесточить эту систему, может быть, ее стоит смягчить, ну или оставить все на своих местах. Немаловажный вопрос перехода российского чемпионата на систему «Осень-Весна». Сегодня члены исполкома обсудят, насколько целесообразно это было сделано, полезно ли это для развития нашего футбола. Кстати сказать, глава Российского футбольного союза Николай Толстых выступает против этой системы. Он как раз за систему «Весна-Осень», потому как считает, что именно эта система может принести больше пользы главной команде страны сборной России. Кирилл, а правда ли, что Толстых сегодня могут снять с поста президента РФС? Вы знаете, довольно интересный здесь момент. Вообще, за несколько дней до сегодняшнего исполкома начала появляться информация о том, что может быть выражен вотум недоверия Николая Александровичу Толстых сегодня на исполкоме. И могут члены исполкома проголосовать за созыв неочередной конференции, на которой они изберут нового главу Российского футбольного союза. Однако, вот перед началом сегодняшнего заседания нам удалось пообщаться с президентом футбольного клуба ЦСКА Евгением Гиннером, который довольно в жесткой форме сказал, что, конечно же, этого сегодня произойти не может, потому как это противоречит регламенту РФС. Но мне все-таки, я решил покопаться в этой проблеме побольше, найти больше подробностей. И, вы знаете, надо сказать, что сегодня исключать этой вероятности нельзя. Если две трети членов исполкома как раз выразят вотум недоверия Николаю Александровичу Толстых, то они как раз могут поднять вопрос о голосовании за собранием неочередной конференции, на которой будет избран новый глава РФС. Ну, это мы с вами узнаем, наверное, только по итогам сегодняшнего заседания. А вот сколько оно продлится, этого сказать как раз трудно. Я думаю, что очень много вопросов и очень много времени потребуется членам исполкома сегодня для того, чтобы решить все эти вопросы. Кирилл, спасибо. Мы будем особенно внимательно следить за этим заседанием и свяжемся с тобой в ближайшее время. Держи нас, пожалуйста, в курсе. Наш корреспондент Кирилл Планкин рассказал о ходе исполкома РФС. Футбольные чиновники обсуждают финансовую ситуацию в организации. Продолжение следует...